Те, кто не посмотрел фильм, поставьте этот ролик на паузу, обязательно посмотрите фильм и уже потом включите этот ролик, а то нахватайте спойлеров ой-ой-ой. Привет народ, с вами Манул, и в этом видео я расскажу, как команда нашего канала приняла участие в съемках одного из самых дорогих и масштабных проектов русского ютуба, фильма Брайан Мапса «Последняя кнопка 2». Я знаком с Максимом уже больше двух лет назад, а все началось с идеи Максима снять короткометражку про своих персонажей и скетчей. Ну вообще я еще с лета прошлого года думал насчет короткометражки в хоррор слэшере, летом смотрели «Поворот мне туда» несколько частей подряд, и он меня очень вдохновил, особенно там вторая, по-моему, часть, где они в лесу, очевидно. Были. Вот. Мне захотелось снять что-то похожее, что вот мои персонажи, и плюс, возможно, не только мои персонажи, а еще другие люди, как актеры. В общем, какая-нибудь компания такая выехала в лес, и там они встретили каких-нибудь фриков. Спустя год после сообщения мы с нашей маленькой командой сняли фильм «Последняя кнопка», и его очень тепло приняли как зрители Макса, так и юзеры Ютуб. И еще через год Макс мне предложил стать соавтором сценария второй части. Смотри, а что если это видео, если посмотрит человек, у которого есть потенциальные способности блогера, у него эти способности как-то изымаются, либо он как-то себя убивает, либо у него просто эти способности пропадают. Таким образом, злодей хочет просто уничтожить не сам Ютуб, а всех блогеров, чтобы вообще блогеров не было. Больше месяца мы встречались с Максимом и думали только об идее. Думали сделать супергеройский фильм, думали сделать какой-то психологический триллер. А что если Инквизиция Ютуба, на самом деле, это заказал сам Ютуб? И цель у Ютуба такая, раз в противное время, они уничтожают блогеров, которые уже набрали там больше 10 миллионов подписчиков. Им нужна новая кровь. Ну нет, это вообще бред какой-то. Но все шло не так. Нужно было сделать полноценное продолжение первой части. Макс, у меня, короче, просто навязчивая идея просто в рамках абсурда. Злодея делать все время в костюме и в маске, и когда он снимает, короче, маску, в это время это оказывается Мэри и Лизабет. Чего? Так, это было за часы ночи, я смотрю, ты уже засыпал на ходу там, поэтому у тебя шли такие идеи. Ну ладно, я приму эту идею, оставлю у себя ее где-нибудь на полочке. И только когда мы нашли идею про видео, которое может зомбировать людей, мы с Максимом так переглянулись и решили, вот оно. И после этого два месяца мы писали с ним сценарий. Это было очень сложно, ребят. Просто с того момента, когда я встречался с Максимом, у меня мозг закипал, превращался, не знаю, в клубничное варенье. Потому что мозговой штурм, думали, 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 тут не так, тут не так. И после того, как мы наконец-то написали этот сценарий, мы так на него посмотрели и подумали, блин, а проект будет очень масштабный. По нашей с Максимом задумке мы должны были увидеть персонажей из первой части в новом Аплуа. Мой персонаж и злодея трансформировался в антигероя. Ну а персонаж Дианы, конечно, сами видите. И с этого момента начался препродакшн, который продлился, спойлер, больше четырех месяцев. Первые люди, с которыми мы связались, это был Илья Северов, которого мы пригласили в качестве режиссера-постановщика. Моя задача, дотронеться он до тебя, не дотронеться до тебя. Оу май. Гена Рязанов, который был постановщиком трюков. Я кричу, топор, и мы, щух, и у меня топора, да. И дальше я делаю вот так, щих. И Галя Милова, которая стала исполнительным продюсером. Эти люди были профессионалами высшего класса с далеко не одним фильмом за плечами. Самому же мне досталась должность быть сценаристом на площадке. У нас под ногами несколько лет жил кратификатор импульсов телерадиосигналов. Сел. Я следил за тем, чтобы мы не отходили от сценария, который придумали с Максимом, а также все следовало канону вселенной, придуманной Максимом. И после того, как первоначальная команда сформировалась, было еще четыре месяца препродакшна. Мы с Максимом, Ильей и оператором Александром Криношом целыми днями просиживали в офисе, рисуя раскадровки, споря, перекраивая сцены так, чтобы это хорошо смотрелось в кадре. После чего мы ездили на локацию и бесконечные просмотры локации, потому что либо нас не устраивало по времени, либо локацию нам не давали на тот период, который нам нужен, либо и то, и другое. По первоначальному варианту сценария, фильм получился просто катастрофически дорогим. Поэтому нам пришлось в срочном порядке все перекраивать, сокращать. Но я очень надеюсь, что Макс проведет читку оригинального сценария. Ну, Никита, твою мать! И вот, наконец-то, это свершилось. Первый день съемок. И когда я пришел на съемочную площадку, я охерел. Все отлично, Никита, не переживай. Просто десятки человек ходят и занимаются своим делом. Я бы не знал, как вообще можно руководить таким количеством людей. Причем не просто людей, а реально профессионалов, у которыми за плечами далеко не один фильм. Оливия стреляет в меня из ружья. Я уворачиваюсь. Сама смена длилась больше 20 часов. И когда я приехал домой, я просто упал спать. Ведь через 3 часа началась следующая смена. И если я думал, что это была самая сложная смена в моей жизни, я ошибался. В следующей смене были экшн-сцены. Мне кажется, я сейчас бомбанет, Макс. Сейчас снимаем. Забыл упомянуть про плейбэк в туалете. Вы туда зайдите глубже, назад чуть-чуть. Ребята, если вы впервые на этом канале, наша команда занимается тем, что мы снимаем крутейшие хоррор-квесты. Меня зовут Стэйси, и я сильный ужасов. Я очень не знаю, что будет. Я не знаю, найдет ли вообще последнюю часть кода. Эти ресурсы находятся почти в их лоботах. Мне очень страшно. Они там. Эй, ты, мани-челла. Иди сюда. Пойдем вперед. И поставьте колокольчик. В третий день для меня были одни из самых веселых съемок. Буду сейчас убегать от клоуна. Я пригласил туда своих друзей. Это Артем Пушер канал, Третий Лишний, Удалой, а также Саша Герасев. К сожалению, сцену его вырезали. Саша, не обижайся. Я очень волнуюсь, потому что я играю самую ответственную роль в этом месте. Я играю Влада А4. Только я Артем А3. Ну, как я оказался прав. По-настоящему сыграть блогера может только блогер. Когда с тобой А3, вся жизнь меняется, разворачивается, как бумажный лист. Кобяков, Кобяков. Все это проходит вот так быстро. Эти версии, я не знаю. Я так сказал, я так близок к совершенству был в этой роли. Правда, Паш, не обняй чуть-чуть тазом. Не, ну сыграть Кобякова, это реально. Ну вот, да. Привет! Кобяков! Здорово! Смотрите! В четвертый день появился мой персонаж. Да-да, я в этом фильме сыграл еще и подписчика. И это были мои первые экшн-сцены в жизни. У вас уст открылся. Моим каскадером стал сам Гена Рязанов, постановщик трюков этого фильма. И несмотря на то, что он брал на тебя большинство опасных трюков, все равно мне изрядно досталось. Всем нравятся мои экшн-сцены? Вообще-то всем. Да, тебе огонь. Ты наконец-то выспался? Да, я выспался, я сегодня замечательно настаиваю. И вот на следующий день случился ад. В моей роли появились слова. Я расскажу о себе такую небольшую особенность. Дело в том, что если я приложу руку к написанию слов, то эти слова я выучить почему-то не могу. Я не знаю, с чем это связано, казалось бы. Вот ты написал слова, ты их должен знать. Почему-то я тупо не могу их запомнить. И поэтому на съемочной площадке было много разных фейлов, связанных с тем, что я тупо не мог выучить эти гребаные слова. А у нас тут одни восьмерки вообще. У нас тут одни восьмерки. Одна из самых сложных сцен фильма – это сцена в офисе. Дело в том, что съемки этой сцены проходили ночью, так как нам только на это время выделили помещение. Мне все говорят, что мне усыдят. Все. Они офигенные. Да не идут они мне. Снимали все это добро мы примерно два дня. День с зомбированием сотрудников и день с прохождением Оливии мимо охраны и блогеров. Но зато в этот день снова были мои друзья. Лиана тут сыграла достаточно существенную роль. Она сыграла хорошую версию Оливии или красивую версию Оливии. Каждый решает, как хочет. А также хорошо знакомые подписчикам моего канала ребята – это Валера, Славик и Аки. Где камера? Иди отсюда. А еще они пригласили своих друзей, которые сыграли офисных сотрудников. В общем, народу было много. Сам же Максим тоже, как мой хороший друг, был всегда рядом и всегда подбадривал, несмотря на то, что ему по роли было гораздо сложнее. Я до сих пор не понимаю, как можно так сыграть сразу трех разных людей. Много мы снимаем, понял? Ну, естественно. Я так вот просто сделаю. Для съемок финальной сцены мы арендовали целый павильон и выстроили там самые настоящие киношные декорации в стиле ретро-футуризма. Так же я имел дело с настоящим киноактером. Боже, до чего у него была сильная энергетика. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Изрядно померзнуть нам пришлось в финальной сцене. Смена проходила недалеко от Выборга, в локации той самой хижины из первой части. Короче, на улице где-то минус 30, а мы снимаем вот в таких вот палатках, блин, посреди какого-то гребаного озера. А если что, я буду сниматься без куртки. Холодный ветер, а мы в этих легоньких курточках просто стоим и дубль за дубль за дубль за дубль пытаемся ввести диалог так, как будто нам хорошо. И там был далеко не один дубль. Это самые жаркие кадры этой съемки. Это самые жаркие кадры этого фильма. В послесловии хочу сказать, что наш канал и лично я получил огромный, просто колоссальный опыт. И за это, конечно, хочу сказать спасибо в первую очередь Максиму. Он позволил нам участвовать в этом проекте, а также познакомиться с кучей крутых людей, а с теми, кем мы уже были знакомы, еще больше сдружиться. И во время съемок вся наша огромная, огроменная просто съемочная группа стала как единая семья. Я очень много опыта получил от Ильи, потому что это на самом деле реально очень сильный режиссер. И мне, как будущему режиссеру, было намного интересно с ним работать. А Максим для меня был как что-то вроде крестной феи, потому что благодаря ему я осуществил свою мечту. Спасибо за это, Макс. С вами был Манул. Пока.